Еще неделю назад жители города радовались отсутствию снега и комфортной температуре воздуха. Морозы в Самару пришли стремительно, а вместе с ними в ночь с 25 на 26 декабря столицу региона накрыла сильнейшая метель. Только за сутки, по словам специалистов метеослужбы, выпало свыше 11 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 28 сантиметров. Сотрудники МЧС объявили оранжевый уровень опасности, а работники коммунальных служб сразу же приступили к расчистке города от снега. Дороги, тротуары, внутриквартальные проезды, общественные территории в минувшие выходные от последствий непогоды освобождали 360 единиц спецтехники и 2800 уборщиков. И все это в круглосуточном усиленном режиме. Остановочные площадки расчищены, но есть проблематика с валом. Сегодня с утра задача поставлена добить, как раз убрать валы после ночной работы по проезжей части от остановочных площадок и доработать тротуары. В мэрии в очередной раз призывают управляющие компании ТСЖ, ЖСК и ТСН добросовестно относиться к своим обязанностям и своевременно очищать от снега дворы, тротуары и внутриквартальные проезды. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов. Все прилегающие к ним территории должны быть в порядке. На нарушителей уже составляются административные протоколы. Чтобы не доводить ситуацию до штрафных санкций, необходимо убирать снег вовремя. В зоне особого внимания ветхое жилье и частный сектор. Расчищать узкие дороги от снега необходимы в первую очередь. Зачастую это единственный путь для машин патрульных служб и скорой помощи, и он должен быть беспрепятственным. Каждый день мы проводим с прокуратурой и вместе с ГАТСи объезды территории. Активно оформляем акты к тем, кто плохо работает, и надеемся, что это должно возыметь результат. За минувшие выходные из столицы региона вывезли 9,5 тысяч тонн снега на спецполигоны. Напомним, в Самаре их 7, 4 муниципальных и 3 коммерческих. Работа по расчистке города от снега продолжится и будут идти в ежедневном режиме. Аномальные морозы, подкрепленные сильным ветром, пока не спешат уходить с территории города. В условиях непогоды количество спецмашин и число уборщиков вновь увеличит. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.